Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим с вами о очень актуальной теме, а именно о минерально-косных нарушениях при хронических заболеваниях почек, а именно о вторичном гиперпаратиозе. Доклад состоит из двух основных лекций, двух больших блоков. В первом я постараюсь рассказать о патогенезе этого заболевания, во второй части все-таки расскажу о каких-то конкретных ключевых моментах в медикаментозной терапии пациентов, получающих заместительную почечную терапию. Тема очень актуальная, тема очень важная. Почему? Потому что отсутствие коррекции минерально-косных нарушений все-таки приводит к увеличению летальности пациентов, уменьшению качества жизни, удорожанию госпитализаций. И начну я знакомство с этой темы, с клинического случая, очень показательного, который, надеюсь, все-таки вас заинтересует и обратит более пристально внимание на проблему вторичного гиперпаратериоза. Начнем знакомство с этой темы сразу же с очень интересного клинического случая. Знакомьтесь, коллеги, перед вами гиперпаратериоидная остеодистрофия или ренальная остеодистрофия. Это очень редкий случай, и я хочу начать доклад именно с него, чтобы вы поняли, насколько эта тема важна и актуальна. Это пациентка молодая, 35 лет, прошла диализную терапию, и в 2017 году, относительно недавно, была выполнена аллотрансплантация почки. Ко мне она обратилась уже, в принципе, установленным диагнозом бурая опухоль. И когда она пришла ко мне на прием, я думал, ну ладно, потихонечку полечим, что бурая опухоль-то ничего такого удивительного нет. Но, когда я увидел снимок, я понял, что да, такой дефект кости таблетками я, наверное, не вылечу. Вот все, что дефект, все выполнено опухолью. Это остеобластокластома или бурая опухоль. Это достаточно распространенное и, в принципе, нередко встречающееся осложнение вторичного гиперпаратериоза. Обратите внимание, с какими данными лабораторными пациентка ко мне обратилась. У нее была гиперкальциемия, как общая, так ионизированная. Незначительная, но все-таки была. Уровень фосфатов оставался в поделах нормальных значений. Щелочная фосфатаза. Четыре нормы. Уровень витамина D практически ноль. Хотя, в принципе, столь низкий уровень витамина D кальцидиола очень характерен для пациентов после трансплантации почки. Также у пациентки имелся гиперпаратериоз в 620 пикограммах. Почти 10 норм. Функция трансплантата неудовлетворительная. Так что, в данном случае гиперпаратериоз у нее был, все-таки, скорее всего оставался вторичным, а не был еще третичным. Так вот, как такое могло произойти? Ведь эта пациентка, она не была брошенная. Она наблюдалась у специалистов. Она получала лечение. Даже цинокальцет был в достаточном количестве. Она не была ограничена в этом препарате. Но, к сожалению, коллеги упустили это достаточно грозное осложнение. И сейчас у пациентки идет речь о либо трансплантации бедренной кости, ну, главное сохранить нижнюю конечность. Так вот, что же все-таки такое за зверь этот гиперпаратериоз? Поначалу попробую объяснить ключевые моменты патофизиологии этого процесса. Лекция построена таким образом, что каждый блок — это какой-то действительно ключевой момент, на который нужно обратить внимание. Начнем с метаболизма витамина D. Опять-таки, вроде бы информации по этому очень много, однако до сих пор коллеги совершают очень непростительные, недопустимые ошибки, банально даже в лечении дефицита витамина D. Так все происходит. Естественно, в коже под действием ультрафиолета из холестерина его предшественников образуется провитамин, витамин D3 или коликальциферол. Потом этот биомаркет попадает в печень, и под действием гидроксилазы образуется 25-гидроксивитамин D или кальцидиол. Именно его уже сейчас рутинно исследует практически любая лаборатория. Естественно, что тема витамина D очень модная, именно дефицита витамина D. Все, кто не лень, корректируют его сейчас. Но что происходит дальше в цепочке превращения? Кальцидиол это запасы витамина D. Это как ферритин в анемии. Дальше этот кальцидиол в нужном необходимом количестве попадает в почки и под действием 1-альфа-гидроксилазы образуется 1,25 OH, дважды витамин D3 или D-гормон или кальцидиол. Он то, собственно, и оказывает все свои эффекты на организм, активируя витамин D рецепторы, способствует увеличению абсорбции кальция и фосфатов, снижению уровня паратериоидного гормона, стимулирует иммунную систему и самое главное, что тоже будет важно в дальнейшей лекции, снижает пролиферацию клеток. Но здесь сбоку показан альфа-кальцидол. Это активный метаболит витамина D, который также используется при лечении. Альфа-кальцидол уже активирован 1-альфа-гидроксилаза изначально инвитро. Ему необходимо только попасть в печень и гидроксилироваться до кальцидриола. Но очень часто, к сожалению, ко мне приходят пациенты, которых доктора лечили дефицит витамина D именно альфа-кальцидолом. Но даже из этой простой схемы понятно, что альфа-кальцидол никак не будет влиять на уровень кальцидиола, потому что он идет уже гораздо позже по цепочке превращения. Однако до сих пор приходят пациенты, которые лечат дефицит витамина D активными метаболитами. Это в корне неверно. Здесь, именно на этом слайде, нам важно знать то, что именно об эффектах витамина D на организм, а именно влияние на кальций-фосфорный обмен и снижение пролиферации. Следующий ключевый момент. Метаболизм кальция. Как это происходит? При повышении кальция в организме срабатывает щитовидная железа, вырабатывая кальцитонин, который влияет на почечные канальцы, снижая реабсорбцию кальция, увеличивая выведение его и снижает резорбцию костной ткани, сохраняя кальций в костях. В итоге уровень кальция снижается. Что же происходит при снижении уровня кальция в организме? Здесь уже включаются паращитовидные железы, стимулируется выработка паратериоидного гормона, который влияет на почки совсем иным способом, прямо противоположным. Увеличивается реабсорбция кальция. Также паратериоидный гормон стимулирует альфа-гидроксилазу почек, увеличивая образование активного дегормона кальцитриола, который в свою очередь влияет на тонкий кишечник, увеличивая абсорбцию кальция и фосфатов. Здесь просто они не указаны. То есть вместе с кальцием всегда паровозиком из кишечника идет фосфор. Также паратериоидный гормон влияет на костную ткань, увеличивая резорбцию, разрушение пирофосфата и высвобождение кальция из костей. Таким образом гомеостаз кальция сохраняется, он повышается, вся система успокаивается. Это в норме. При патологии все происходит немножко иначе. Дальше, что касается фосфата. Парным ионным кальцием обычно является сам фосфат. Кристаллы гидроксиапатита в костях, собственно говоря, включают фосфат кальция. Когда паратериоидный гормон стимулирует растворение минерального матрица кости, фосфор высвобождается вместе с кальцием. Это ключевой момент, который будет важен в дальнейшем обсуждении темы гиперпаратериоза. То есть нужно запомнить, что вместе с кальцием при высоких значениях паратериоидного гормона из кости может выходить и фосфор. Также сам по себе паратериоидный гормон увеличивает почечный клиренс фосфата. То есть сам паратериоидный гормон является, пускай слабым, но все-таки фосфатоником, то бишь веществом, которое способствует выведению фосфата из организма. Что же такое вторичный гиперпаратериоз? У больных с хроническим заболеванием почек это компенсаторная гиперфункция паращитовидных желез, которая исходно направлена на поддержание физиологических параметров минерального и костного обмена, которые при прогрессировании почечной недостаточности приводят к необратимым структурным изменениям гипертрофии, гиперплазии главных клеток паращитовидных желез. Развивается аденома паращитовидной железы. Вторичная гиперплазия паращитовидных желез развивается практически у всех пациентов с хроническим заболеванием почек. Сам по себе гиперпаратериоз это многофакторное заболевание. Он представляет из себя комплекс лабораторных изменений, влияние на кости костной патологии и также внескелетной кальцификации. Все это и есть гиперпаратериоз. Итак, основные симптомы вторичного гиперпаратериоза это повышение уровня паратериозного гормона, ренальная или гиперпаратериозная остеодистрофия и внескелетная кальцификация. Начнем с уровня паратериозного гормона. На разных стадиях хронической болезни почек паратериозный гормон повышается до разного уровня. Так вот, какие же все-таки целевые значения этого гормона на разных стадиях? Есть две достаточно крупные рекомендации, на основе которых, собственно говоря, и построена лекция. Это американские кейдоки и европейские кейдига. Они в чем-то схожи, но все-таки есть некоторые различия. Кейдоки американские все-таки более расплывчатые. Там есть возможности для маневра. Рекомендации европейских кейдига, современные и последние, нету какой-то четкости у них все-таки. От двух до пяти норм уровень паратериозного гормона считается допустимым на диализной стадии. Кейдоки все-таки дают четкие критерии. 150-300 пикограмм на миллилитр – это пятая стадия. С четвертой стадии хронической болезни почек немножко все сложнее. Разные рекомендации и национальные в разных странах. Здесь авторы не сходятся в едином мнении. Американские кейдоки какие-то все-таки цифры дают. 70-110 – это выше нормальных значений. Все остальные авторы европейские рекомендации считают, что необходимо на этой стадии измерять уровень паратериозного гормона в пределах нормальных значений. Вопрос обсуждается, изучается. Может быть, через несколько лет все-таки мы получим какие-то более четкие данные. Как часто измерять уровень паратериозного гормона или, в принципе, другие суррогатные маркеры? Опять-таки, рекомендации национальные, отечественные, к сожалению, четких данных не дают и их я озвучивать не буду. Здесь представлены рекомендации, опять-таки, кейдига. На 4-й и 5-й стадиях необходимо каждые 3 месяца мониторить уровень паратериозного гормона. На 3-й и более ранних стадиях – раз в год. С одной стороны, это верно. В принципе, да, как клинически практикующий врач, я согласен тоже с этими данными. Хотя на более ранних стадиях иногда может потребоваться более частое исследование уровня паратериозного гормона для более точного лечения. Остеодистрофия – следующий компонент гиперпаратериоза. С ярким представителем данной формы осложнений мы познакомились в начале доклада. Там была представлена именно высокообменная остеодистрофия, ассоциированная с высоким гиперпаратериозом, с высоким уровнем паратериозного гормона, слишком быстрое обновление кости. В итоге образовалась остеобластокластома – это большая кистозная опухоль, фактически мягкотканная. Также нередко встречаются низкообменные кости. И это состояние все-таки более грозное, нежели высокообменная или смешанная ренальная остеодистрофия. Низкообменная кость ассоциирована со снижением паратериодного гормона и называется адинамическая болезнь кости. Она очень часто развивается при выполнении паратериодоктомита, при радикальном лечении гиперпаратериоза, когда у пациента, получающего заместительную почечную терапию, уровень паратериодного гормона падает ниже целевого, кости замирает и прекращается, в принципе, какое-либо функционирование этого органа. Работать с этими пациентами очень тяжело, потому что кость – это неотъемленный компонент коррекции кальциофосфонного метаболизма. Без кости работать с остальными суррогатными маркерами становится очень и очень сложно. Следующий компонент – это внескелетная кальцификация. Естественно, что сам по себе ацидоз, высокие значения уровня кальция и фосфата в крови, приводит к отложению соли и кальция в мягких тканях, то бишь внескелетная кальцификация. Плюс способствует развитию внескелетной кальцификации и ацидоз, который сопутствует почечной недостаточности. Из всего вышеуказанного самым грозным и с высоким уровнем летальности является кальцинос артериол кожи, а именно кальцифилоксия. Кальцифилоксия – это действительно грозное осложнение с высоким уровнем летальности. Что она из себя представляет кальцифилоксия? Моментальную закупорку мелких капилляров кожи, которые приводят к массивным порой некрозам участков кожи и практически вылечить это очень сложно. Пациенты погибают от вторичных инфекций. Мало того, что это очень больно, некрозы действительно бывают обширные, они не поддаются терапии, потому что нет сосудов. Что же сам фосфор? С чего все начинается? Начинается все именно с повышения уровня фосфата в крови. Что представляет из себя фосфор? Фактически это яд. Недаром существуют боевые фосфоротравляющие препараты, вещества, которые основаны именно на этом микроэлементе. Что происходит в организме при повышении фосфата? Сам по себе фосфор является токсичным для клеток. Сам по себе фосфор вызывает эндотелиальную дисфункцию, способствует внескелетной кальцификации. Повышение уровня фосфата в крови, естественно, требует коррекции. Поэтому при повышении фосфатов немедленно мобилизуется фактор роста фибробластов FGF23, относительно недавно открытый маркер, который является самым сильным фосфатоником. Но как влияет FGF? Он влияет на почечные канальцы, естественно, увеличивая экскрецию фосфатов. FGF23 тормозит образование, активность альфа-гидроксилазы почек, уменьшая, соответственно, выработку кальцитриола. Сам по себе FGF23 способствует развитию гипертрофии миокарда, а помните механизм действия кальцитриола, он снижает гипертрофию клеток. Так вот, здесь получается, что процесс ускоряется еще больше, уменьшается концентрация кальцитриола, уменьшается защитное его влияние на миокард. И сверху FGF23 еще приходит, увеличивая еще больше гипертрофию, развивается гипертрофическая кардиомиопатия, усугубляется сердечная недостаточность. Было доказано в далеком 1996 году, что сам по себе фосфат изолированно способствует повышению уровня пентактного паратиреоидного гормона. Это исследование было проведено на изолированных паращитовидных железах мышей. Что значит изолированные? То бишь, эти паращитовидные железы не участвовали в гомеостазе кальция и фосфора. Уровень кальция в растворе поддерживался на нормальном уровне. То есть, ничто больше не влияло на секретство паратиреоидного гормона. Просто увеличилась концентрация фосфатов. И вот, сам по себе фосфор стимулировал дополнительно увеличение выработки паратиреоидного гормона. В последующем было также доказано, что гиперфосфат изолированно способствует гипертрофии главных клеток паращитовидных желез. Именно поэтому фосфор является основным компонентом патогенеза вторичного гиперпаратиреоза. В двух словах происходит следующее. Снижается масса действующих нефронов, развивается почечная недостаточность. Это приводит к снижению экскреции фосфора, повышается сывороточный уровень фосфатов. Постойко-постойко мы уже выяснили, что фосфор – это достаточно сильный яд. Организм пытается компенсаторно запустить механизмы по коррекции гиперфосфатемии. Стимулируется выработка FGV23, снижается абсорбция фосфатов в кишечнике, увеличивается реабсорбция кальция в кишечнике. Влияя на почки, мы теряем и кальций, и фосфор. И также стимулируется выработка паратериоидного гормона. В итоге, по сток-постоку масса действующих нефронов по-прежнему сохраняется низкой, никуда она не денется, почки новые не вырастают. Уровень фосфатов перманентно остается повышенным, и круг замыкается. Система срабатывает, но не получает необходимого ответа биохимического. Фосфор как был повышенным, так и остается, и круг замыкается. Постоянная стимуляция выработки паратериоидного гормона всеми агентами, и сниженным кальцием, и повышенным FGV23, сниженным уровнем кальцитриола. Все это способствует хронической стимуляции секреции паратериоидного гормона с развитием гиперплазии и аденомы парасчетовидных желез. Кроме того, усугубляет все это с увеличением уровня почечной недостаточности и нарастающий ацидоз, и круг замыкается. В итоге крайним естественно оказывается наш скелет, наши кости, на которые все это давят, и ацидоз, и гиперпаратериоз, и низкий уровень витамина D. И на четвертой и пятой уже стадиях уровни кальция, фосфора, паратериоидного гормона фактически уже не зависят друг от друга. Все это еще способствует развитию кальцификации в нескелетной, особенно сосудистой, усугубляя состояние пациента. И в итоге весь этот каскад мероприятий приводит к снижению и качества жизни, и к снижению продолжительности жизни наших пациентов. Классическая схема развития гиперпаратериоза выглядела так. Постепенно от стадии к стадии, от года к году снижается уровень кальцитриола, потихонечку повышается уровень паратериодного гормона, но однако длительно уровни кальция и фосфора остаются скомпенсированными. И только на конечных, финальных стадиях уже происходит изменение кальция и фосфата. Так было раньше. Однако с открытием новых маркеров, а именно FGF23 и КЛОТО, коферментов, повторостных фибробластов, схема немножко поменялась. Обратите внимание, уважаемые коллеги, что изменения биохимические начинаются на второй стадии хронической болезни почек. То есть настолько рано, что многие доктора в принципе даже не фиксируют этот момент. А именно здесь, именно в это время происходит самое главное. Начинается бесконтрольная секреция FGF23. Но на этой стадии даже нефрологи не смоют пациентов, потому что во всем мире считается, что консультировать и наблюдать пациента, нефролог начинает со стадии хронической болезни почек 3B, то есть когда скорость фильтрации снижается до 40 и ниже. Все остальное наблюдают терапевты, врачи общей практики, кардиологи. Но не зная патогенеза, не зная механизма и в принципе не задумываясь о будущем пациента, вот этот момент упускается. Здесь пациент не получает лечения никакого абсолютно. А ведь просто нужно дать витамин D, проконтролировать суррогатные маркеры. Ведь достаточно на этой стадии дать пациенту понятие о диетических рекомендациях и снизить потребление фосфора, что в свою очередь уменьшит нагрузку на FGF23 и сохранит эту систему работоспособной. Естественно, что чем выше стадия почечной недостаточности, чем более выраженные становятся изменения. Но опять-таки кальций и фосфор остаются нормальными фактически до терминальной стадии. Только на четвертой преддиализной стадии начинается нарастание уровня фосфатов. Хотя мы уже имеем достаточно выраженный гиперпаратериоз, достаточно высокий уровень FGF23. Витамин D к этому уровню, к этому моменту уже практически не определяется в многих пациентах. Я к чему все это говорю? Когда нефролог получает пациента от терапевта или кардиолога для врача общей практики, большинство коллег, к сожалению, тоже игнорируют коррекцию минеральных нарушений. Почему? Потому что рутинно, исследуя уровни кальция и фосфора, мы видим нормальные значения. Нормальные значит не требуют коррекции. Но никто не задумывается, за счет чего это происходит, что требуется организму, чтобы удержать суррогатные маркеры в допустимых рамках. И уже к преддиализной стадии, когда пациент попадает в стационар, готовится к заместительной почечной терапии, вот там уже обнаруживаются и высокий уровень паратериоидного гормона, и очень часто высокий уровень фосфатов. Но уже поздно, потому что к этому времени, как правило, большая часть пациентов уже имеет гипертрофию паращитовидных желез. Ко мне приходили пациенты, при диализной стадии уровень паратериоидного гормона, и полторы, и две, и три тысячи. В преддиализной стадии уровень фосфатов доходит до четырех, и с этим бороться очень сложно. А ведь этого всего можно было избежать, если начать лечение на более ранней стадии, еще много лет назад, когда только все это зарождалось. Однако по какой-то непонятной причине, к сожалению, да в принципе во всем мире, не только в России, коллеги упускают этот момент. Что касается суррогатных маркеров, их всего остается три. Это паратериоидный гормон, кальций и фосфор. FGF23 и Клот, они все-таки важны больше, наверное, для науки, потому что рутинно мы их не определяем, даже если мы определим и получим высокий уровень FGF23. Да, это ассоциировано с более высокой летальностью, да, это ассоциировано с более тяжелым течением гиперпаратериоза. Но как мы на это будем влиять, на этот уровень FGF23? Никак. Поэтому рассматривать его как маркер, боюсь, наверное, все-таки не стоит. Мы должны о нем знать, да, что он есть, что он является сильнейшим фосфатоником, да. Но все-таки лечить мы будем именно три основных суррогатных маркера. Так вот, какая в принципе цель лечения любого заболевания доктором любой специальности? Правильно, снизить летальность и улучшить, соответственно, качество жизни. Так вот, исследование ОРОД доказало, что при значительном повышении или значительном снижении уровня суррогатных маркеров летальность резко возрастает. Для кальция это больше важно именно в гиперкальции имею. А вот для фосфата, обратите внимание, пациента, высокий уровень фосфора все-таки чуть меньше ассоциирован с летальностью, чем низкий уровень фосфата. Почему так происходит? В принципе, откуда человек получает фосфаты? С пищей. Фосфор входит в белок. Это компонент белка, белковые молекулы. Все, что прорастет на планете Земля, является белковой формой жизни. Соответственно, белки и пища – это уровень фосфатов. Но не забывайте, что еще кости являются источником фосфора. Так вот, для пациента, получающего диализную терапию, снижение уровня фосфора ниже целевых значений может говорить, чаще всего говорит о том, что он находится в тяжелейшей белково-набиотической недостаточности. Это отдельная тема. И это очень сильно укорачивает жизнь пациента. Что касается паратериоидного гормона, здесь кривая очень схожа с кривой, которая характерна для фосфатов. Опять-таки, низкий уровень паратериоидного гормона, как правило, естественно, образуется после паратериотектомии вплоть до нулевых значений и развития гипопаратериоза. И также ассоциирован с более высокой летальностью именно из-за динамической болезни кости и неконтролируемого кальций-фосфорного обмена. Целевые значения суррогатных маркеров кальция и фосфор. Опять-таки, кидига и кидоки Европы и Америка расходятся во мнениях. Но, в принципе, все больше и больше авторов, все больше и больше врачей сходятся к тому, что на всех стадиях хронической болезни почек уровни суррогатных маркеров должны оставаться в пределах нормальных значений. Если раньше уровень фосфатов допускался, допускалось повышение до где-то 1,8 при норме 1,6, то сейчас все-таки рекомендуется держать уровень фосфатов на пределах нормальных значений. И, в принципе, это обосновано. Что касается кальция, опять-таки, к сожалению, много докторов не знают, что уровень кальция зависит еще и от количества белка в крови, потому что кальций связывается с белковым переносчиком, в том числе с альбумином. А у пациентов, получающих заместительную почечную терапию, очень часто, в том числе из-за белково-норгетической недостаточности, развивается гипоальбуминомия. И опять-таки, что получается? Допустим, мы получаем анализ крови, видим уровень кальция нормальный, и, соответственно, на основе этих данных корректируем лечение пациента. Но, если не обратить внимание на низкий уровень альбумина, то можно очень сильно ошибиться, потому что при пересчете на сниженный альбумин мы можем получить скрытую гиперкальциемию, что, соответственно, в корне может поменять цели и само лечение пациента. Какие целевые значения паратериодного гормона? За последние 10-15 лет было проведено достаточно много исследований. Все искали, какой же уровень паратериодного гормона является безопасным. Разные рекомендации, разные страны считали по-своему. Но в итоге все сошлись только в одном мнении, что уровень паратериодного гормона на диализе безопасный является 150-300, то бишь 2-4 нормы, в зависимости от локальной лаборатории. Уровень паратериодного гормона от 300 до 600 пикограмм на миллилитр фактически всеми исследователями считается безопасным, но требующим все-таки внимания и коррекции. Уровень паратериодного гормона выше 600 является уже значимым и требует немедленной коррекции. От той цели, которую мы ставим, соответственно мы выбираем и препарат, который мы будем лечить, ну и соответственно выбираем способ лечения пациента. Зависимость смертности пациентов от количества скорректированных суррогатных маркеров показана на этом слайде. Это тоже очень показательный слайд. Например, если мы достигаем целевых значений всех трех суррогатных маркеров паратериодного гормона, кальция, фосфора, мы берем уровень смертности за единицу. Так вот, обратите внимание, коллеги, что если мы не достигаем цели всего лишь одной, уровень смертности увеличивается сразу в два раза. Если мы достигаем только одной цели, допустимой, то смертность еще более выше. Соответственно, если мы не достигаем ни одного целевого значения, фактически в четыре, три раза увеличивается летальность пациентов. Чаще всего в диальных центрах находятся пациенты вот этой категории, то есть достигшие всего лишь одной единственной цели. Либо кальция, либо фосфор, либо уровень паратериодного гормона. Вот таких пациентов большинство. Это очень важно, уважаемые коллеги, потому что ни аномия, ни какие-то другие диализные проблемы не сравняться вот с этим. Потому что, опять-таки оговорюсь, развивается кальцификация сосудов, развивается гипертрофия миокарда, усугубляется функционирование сердечно-сосудистой системы. Мы получаем потальные кардиоваскулярные моменты. Цели терапии гиперпаратериоза. Для чего мы это все делаем? Неотложные. Это контроль паратериодных гормонов в пределах целевых значений. Коррекция или предотвращение гиперфосфатемии. Хотя я бы поставил все-таки это на первый план. И нормализация уровня кальция. То есть, неотложные цели – это нормализация всех трех суррогатных маркеров. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы получить долгосрочные цели. А именно, предотвращение гипертлазии паращитовидных желез, поддержание нормального костного метаболизма. Ну и, соответственно, как основная цель – это сокращение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности пациентов. В следующем блоке лекции я попробую рассказать об алгоритмах уже непосредственно медикаментозной терапии гиперпаратериоза при хронических заболеваниях почек. Благодарю за внимание, уважаемые коллеги. Встретимся в следующей части нашего доклада. Субтитры создавал DimaTorzok